В этом выпуске программы «Узнавая еврейского Иисуса» в Евангелии от Иоанна я покажу вам еврейские корни, которые многие из вас наверняка не замечали ранее. Это будет замечательный выпуск, оставайтесь с нами. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина Кёрта Шнайдера. Молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Божьи благословения и шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Кёрт Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Давайте начнем с молитвы. Отец, мы любим Тебя и поклоняемся Тебе. Надели проповедь Твоего Слова силой и Духом Святым во имя Иисуса. Меняй нас ради Своей славы. Аллилуйя. Аминь и аминь. Прославляем Тебя, наш Отче Небесный. Мы продолжим наше путешествие по страницам Евангелия от Иоанна. Сегодня мы начинаем новый сезон программ на эту тему. Это уже третий сезон серии проповеди под названием «Тайны Евангелия от Иоанна». Перед тем, как перейти ко второй главе и поговорить о Божьей славе, которая открылась в Иисусе, я хочу показать вам еще несколько вещей в первой главе, которые помогут вам понять еврейский контекст Писания и нашего Мессии Иисуса. Бог использует программу «Узнавая еврейского Иисуса», чтобы помочь Церкви по всему миру понять еврейские корни христианской веры. А вы знали, что еще до недавних пор Церковь отделяла себя от своих еврейских корней? Они делали именно то, о чем предупреждал Павел в послании к римлянам. Апостол Павел предостерегает язычников не относиться высокомерно к тому, что их поддерживает. Говоря об иудейском Писании, иудейском Мессии, иудейской вере, Павел предостерегает язычников не относиться высокомерно к тому, что является поддержкой их веры. Но, к сожалению, с годами языческая церковь стала высокомерной по отношению к евреям. Их называли убийцами Христа, считали их неверными и сторонились всего еврейского. Не так давно я был в Израиле на экскурсии вместе с другими пасторами. И один из этих пасторов сказал мне, «Павел встретился с Иисусом, и после этого от него пахло свининой». Это такая глупость. Этот комментарий не сделал ничего хорошего, кроме как отвращения с моей стороны. Это один из многих примеров антиеврейского отношения, которое было в церкви почти две тысячи лет. Но, слава Богу, Господь все отменяет, и многие люди, такие как вы, отходят от антиеврейских взглядов и начинают ценить тот факт, что наш Мессия родом из Израиля. Он был распят с надписью «Царь Иудеев» над головой. Итак, сейчас мы с вами откроем первую главу Евангелия от Иоанна, и я покажу вам несколько моментов, которые докажут, что Иисус пришел, жил и умер как еврей. А также я покажу, что еврейское Писание поддерживает нашу веру в Мессию. Кстати, на небе вы будете жить в городе под названием Новый Иерусалим, ворота которого исписаны именами «12 колен Израиля». Итак, давайте для начала откроем Евангелие от Иоанна, первую главу. Послушайте Слово Божие. Я хочу прочесть вам 38 стих. Заметьте, что Иисус говорит тут Своим ученикам. Это Евангелие от Иоанна, первая глава, 38 стих. Они сказали ему «Рави», что означает «учитель», «где живешь?» Обратите внимание на термин «рави». Кстати, в Евангелии от Иоанна Иисус был не единственным, кого называли «равином». Знаете, кого еще так называли? Иоанна Крестителя. И сейчас я это вам докажу. Для этого откроем Евангелие от Иоанна, третью главу, 26 стих. Обратите внимание, что тут ученики называют Иоанна Крестителя «рави». И пришли к Иоанну и сказали ему «рави». Мы встречаем то же самое слово тут. «Рави», тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал. Вот он крестит, и все идут к нему. Как видите, последователи Иоанна Крестителя называли его «равином». Иногда меня критикуют за то, что я называю себя «равин» или «рави». Когда Иисус в Писании осуждал людей за то, что они называли себя «рави», то Он осуждал их за их гордость и за то, что они считали себя власть имеющими. Во времена Иисуса, равины или Учителя становились властью. Но в Евангелии от Иоанна, третьей главе, 26 стихе, мы видим, что сам Иоанн Креститель был назван «равином» или «учителем». И Иисус никогда не осуждал его за это. Более того, Иисус сказал об Иоанне Крестителе такие слова. «Из рожденных жены нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя». Иными словами, Иисус говорит, что среди рожденных на земле людей не было никого, кто в Царстве Божием выше по статусу, чем Иоанн Креститель. А последователи Иоанна называли его «равином». Так в чем же разница? Почему в одной ситуации Иисус осуждает использование слова «равин» и тех, кто это слово использует по отношению к себе или даже к другим? Итак, с одной стороны мы видим осуждение, а с другой видим, как ученики Иоанна называют его «равином». Миссия Иоанна как «равина» или «учителя» была в том, чтобы направлять людей к Иисусу. Именно таким «равином» являюсь я. Итак, если у вас была несостыковка из-за того, что в Евангелии от Матфея вы читали, что Иисус осуждает людей, когда они называют кого-то «равином» или «учителем», а затем ученики Иоанна называют его «равином», то вся разница в том, что в Евангелии от Матфея «равины» называли себя так из гордости. А в случае с Иоанном это было проявление уважения за то, что он направлял людей к Иисусу и говорил следовать за ним. Я хотел расставить все точки над «и» в этом вопросе. Я тоже «равин» как Иоанн Креститель, и моя миссия — направлять людей к Иисусу. И как говорил «равин» Иоанн Креститель, он должен расти, а я умоляться. На этом примере я хотел показать вам еврейские корни вашей веры. Как видите, в Евангелии от Иоанна ученики называли Иисуса «рави». Будучи пастором общины, в которой все называют меня «рави» или «равин», я заметил, что христианам чужд этот термин, но заметьте, что он есть в Новом Завете. Иными словами, христианам комфортнее называть лидера своей церкви пастором, а от слова «равин» им становится некомфортно и как-то не по себе. Но если вы посмотрите в Писание, то Иисус был равином, и Иоанн Креститель тоже был равином. Вернемся к нашей программе. Продолжим читать Евангелие от Иоанна, 1 глава, 40 стих. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что означает Христос». Заметьте, что в Библии используется термин «Мессия». Если вы давно смотрите нашу программу, то вы уже привыкли к этому термину. Но, как верующий еврей, пытающийся донести еврейские корни нашей веры, я заметил, что многие христиане не знают, что Иисус — это Мессия. Они называют Его Христом, но им некомфортно называть Его Мессией. А еще я заметил, что сложно приглашать людей в нашу общину, потому что мы используем необычную терминологию «рави», «мессия» и так далее. Но оба эти слова используются в Евангелии от Иоанна, и при этом они чужды нееврейским верующим. Поэтому в этом выпуске я хочу показать вам, что это библейские термины. Давайте разберем слово «мессия». Откройте еще раз Евангелие от Иоанна, 1 главу, 41 стих. «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». Итак, большинство христиан говорят «Иисус Христос», а верующие евреи чаще всего говорят «Иисус Мессия» или «Иешуаха Машеах». Давайте разберемся с этим термином. Слово «Христос» — это греческий эквивалент еврейского «Машеах» или «Мессия». Слово «Христос» означает «помазанный», а «Машеах», что является еврейским эквивалентом греческого «Христос», тоже означает «помазанный». «Мессия» — это одна из форм слова «Машеах», то есть, когда мы говорим «Иисус Мессия» или «Иисус Христос», мы говорим одно и то же, а именно «Иисус помазанный». Если мы посмотрим на Ветхий Завет, на иврите «танах», то он был дан еврейскому народу на иврите. Почему Ветхий Завет был дан на иврите? Все дело в том, что, когда он был написан, единственным народом, имевшим откровение о Боге, были израилитяне или еврейский народ. А их родным языком был иврит. И поскольку в то время Бог говорил только с израилитянами, то он дал им «танах» на их родном языке. Но изначально Бог пообещал Аврааму, отцу еврейского народа, «В твоем семени, Авраам, благословятся все народы земли». И хотя в начале Отец Небесный общался только с евреями, его долгосрочным планом было общение со всем миром через евреев. Поэтому Бог и сказал Аврааму, «В твоем семени благословятся все народы земли». Мы знаем, что семя, о котором говорил Бог, — это Иисус. Павел пишет об этом в послании к Галатам. Он сказал, что Бог сказал семя в единственном, а не во множественном числе, подразумевая Иисуса, то есть в Иисусе, в Мессии благословятся все народы земли. А когда пришел Иисус, то Новый Завет написан уже не на иврите, а на греческом, потому что пришло время откровению о Боге разойтись по всему миру. А самым распространенным языком того времени был греческий. Бог желал достичь максимальное число людей. Поэтому Новый Завет был написан на греческом языке. Итак, мы говорим о еврейских корнях христианства. Мы уже видели в Евангелиях слова Рави и Мессия, но давайте продолжим. 45-й стих говорит нам, Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в Законе и Пророке». Обратите внимание на еврейские корни вашей веры. Ваша вера стоит на еврейском Писании и еврейских пророках. Иисус появился не из вакуума, а из иудаизма. Еще раз, посмотрите 45-й стих. «Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в Законе и Пророке». Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Как Филипп пытался доказать, что Иисус и есть Мессия? Он сказал, что это тот, о ком говорил и Моисей, и Пророки. То есть мы не вырываем ничего из контекста. Еврейские пророки говорили о Христе. «Спасибо вам за вашу любовь и поддержку этого служения». Это очень важно. Когда люди начинают понимать еврейские корни своей веры, корни их веры становятся твердыми. Думаю, среди верующих много искренних людей, но у них есть небольшое, скажем так, сомнение. Они думают, может, мне промывают мозги, или же я верю лишь потому, что моя семья верила. Возможно, если бы я родился в другой части мира, я бы не верил в Иисуса. Возможно, я был бы последователем, к примеру, ислама или какой-то другой азиатской религии. Их гложут эти мысли и сомнения. Все это благодаря вам. Правда в том, что Иисус скоро вернется, и нам нужно использовать наше время, наши дары и таланты, чтобы служить Ему. Когда Он вернется, мы с вами получим награду. Иисус сказал, что даже стакан воды в Его имя не останется без награды. «Пожалуйста, помогите мне нести Евангелие по всему миру». Времени осталось не так много. Поэтому давайте приготовим людей к возвращению Иисуса. Что же я пытаюсь сказать? Когда вы знаете еврейские корни своей веры в Иисусом, то вы можете быть на 100% уверены, что вы правы в своем выборе. Потому что Иисус — это единственный путь к Богу. Одно известно точно. Бог Израиля — единственный истинный Бог. И когда вы видите, что все пророки и все труды Моисея указывают на Иисуса, и что Иисус исполнил все эти пророчества, то вы вне всяких сомнений знаете, что ваша вера в Иисуса — это правильная вера. То есть знание еврейских корней вашей веры только укрепляет вашу веру и прогоняет все сомнения. И, Отец Небесный, я молюсь сейчас и прошу у тебя веры, роста и укрепления этой веры в жизнях людей. Я провозглашаю, когда я открываю им еврейские корни их веры, эти корни становятся все глубже и глубже, они все больше получают от Твоего Духа и становятся сильнее и смелее, как свидетели. Отец, Ты обещал послать свое Слово и исполнить все, о чем оно говорит. Спасибо Тебе за то, что Ты делаешь это сейчас для Твоей славы. И мы молимся во имя Иешуа Хамашеха. Аминь. Но давайте продолжать 49 стих. Иешуа призывает к себе Нафанаила. Как мы знаем, Нафанаил сидел под смоковницей, и Иисус увидел это в Своем Духе. Он имел дар развлечения и дар Слова Знания. Все дары Духа действовали в жизни Иисуса. Хорошая новость в том, что все те дары Духа, что действовали в Иисусе, действуют верующих и сегодня. Наш Бог сверхъестественный. И мы рождены от Его сверхъестественного Духа. И Бог дал нам все дары Духа. Давайте посмотрим, как этот дар пророчества, развлечения и Слово Знания действовал в жизни Иисуса. Итак, 49 стих. Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Почему? Потому что Иисус сказал ему в 47 стихе, «Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот, подлинно израилетянин, в котором нет лукавства». Откуда Иисус знал, что Нафанаил был израилетянином без лукавства? Он увидел это своими духовными глазами. Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что Я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истина, истина, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангела Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». И последняя мысль. Итак, Иисус видел многое духовными глазами. И вы должны знать, что Бог дает и нам с вами такой же дар распознания. Доверяйте Духу Святому в вас. Библия говорит, что вы получили помазание от святого, и это не обман. Вам нужно доверять своим духовным чувствам, своей интуиции. У Иисуса была невероятная интуиция, а мы с вами помазаны тем же Святым Духом, которого имел Иисус. Заметьте, что здесь Иисус говорит, «Истина, истина, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». А в предыдущем стихе он говорит, «Увидишь больше всего». Так Иисус пытался сказать Нафанаилу, что это не все и есть куда больше. Вы должны знать, что для нас с вами есть куда больше. Давайте верить Богу в большее. И давайте верить, что Иисус будет действовать в нашей жизни в той же силе, что и когда Он был здесь, на этой земле. Библия говорит, каким Иисус был в этом мире, такие и мы сейчас. А вот почему жизнь с Иисусом такая захватывающая. Неважно, сколько вам лет, возможно, вам 80 или даже 90 лет, для вас у Бога есть еще больше, и ваша жизнь может стать еще насыщенней и лучше в Иисусе. Ваша радость продолжит расти, и ваш мир будет расти, если ваши глаза будут устремлены на Него. Давайте держаться и двигаться вперед. Знаете, что я люблю вас, но самое важное – Отец Небесный. И Господь Иисус любит вас. Увидимся через неделю. Шалом! Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой Равин Шнайдер, ваше учение кажется актуальным и применимым для всех, кто его слушает. Несколько недель назад решила отправить вам свое первое пожертвование. Спасибо за материалы, которые вы мне прислали. Книга, DVD и CD очень благословили меня. Как только я начала читать книгу, то почувствовала странные ощущения по всему телу. Это была нежная вибрация. Думаю, вместе с вашей посылкой прибыл и Дух Святой. Спасибо вам и шалом! С уважением, Меланис из Техаса. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Ведь поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в Его построении Царства. Спасибо вам! И пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость! Субтитры создавал DimaTorzok В шестой главе книги «Чисел» Бог Отец сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шалом Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня, поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Возлюбленные, не пропустите нас на следующей неделе. Мы поговорим об ожидании чудес. Это весьма важная тема. И я не хочу, чтобы вы ее пропустили. Я надеюсь, вы так же рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле. Я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Я надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народом. Эти принципы начинаются со скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношения на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, «Разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование?» Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которая прикоснулась, наше служение. Вы получите награду на небеса. Благословит вас Бог. Шалом. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа. А сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность. Возможность давать. Иисус сказал блажение, давать чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно благословлены. Шалом, друзья. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 777-7835 или отправьте СМС со словом «РАВИН» на номер 4537. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Редактор субтитров А.Семкин